здравствуйте дорогие мои друзья меня зовут алла я рада приветствовать всех кто заглянул на мой канал сегодня что будет сегодня в моем видео сейчас расскажу вам я участвую в сп полосатый рейс организатор канал визана наталья хомякова мы участвуем там вместе с наташей и с татьяной щукиной вот не знаю почему другие девочки пока видимо не имеют времени присоединиться к нам ну пока мы втроем у нас сп полосатый рейс и вот сегодня я хочу ответить пока у меня честно сказать одна минута нашлась на то чтобы чем саша уснул если вы будете слышать его сопения то понимаете что это ребенок спит вот пока у меня есть несколько минут я хочу сразу в одном видео ответить на два задания которые нам дала наташа первое задание это задание нужно рассказать о семейных традициях я не буду говорить много сами понимаете семья это такое святое поэтому хочу рассказать вкратце конечно в нашей семье как и в любой нормальной семье у нас есть свои традиции естественно но иногда нету времени на то чтобы соблюдать все все традиции как говорится но хочу сказать что традиция нашей семьи мы все-таки стараемся по возможности я буду вязать время говорится идет я буду вязать и буду с вами разговаривать мы стараемся традиции соблюдать стараемся встречаться не всегда это получается но мы стараемся мы очень любим встречать гостей мы очень любим дарить подарки вот знакомым незнакомым случайным знакомым в общем тем людям которые нас окружают какие традиции у нас тут в калининграде калининграде мы уже живем четыре года конечно когда выходные дни и родители моих внучат выходные это бывает очень редко но все же это бывает родители их везут к морю везут на детские площадки на качели здесь очень красивые озера ну в общем у нас такая традиция когда родители выходные вот они детей везут на прогулки потому что час часто у нас это не получается работают выходные дни у родителей не совпадают конечно вместе ну вот если выходной папа то девочки знают что папа их отвезет но папа их далеко возит тут в другие города калининградской области вот они ездят к морю очень часто традиция такая что свои выходные дни родители вывозят детей на прогулки мы когда ходим гулять ну я с детками да вы сами понимаете с тремя маленькими детьми без транспорта куда можно уйти мы здесь рядышком гуляем возле дома потому что устанут далеко мы никуда не ходим они устают и мы возвращаемся вот когда максим к нам приезжает мы тоже очень любим смотреть город гулять ездить на море в любое время года конечно здесь и летом то море холодное но все равно мы ездим и озера и вот очень любим отдыхать своей семьей конечно да если еще папа нам делает шашлыки то все это у нас праздник так что как сказать традиции семейные вот такие вот встреча детей с родителями общаться побыть вместе поиграть вот я еще помню со своего детства родители мои были очень гостеприимные мы жили в центре в одессе сами понимаете все ехали к нам родственники знакомые мы всех принимали вот к сожалению потом случилось так что пришлось уехать и как сказать и даже вот уже уже живя в россии мы своим традициям не изменяем мы всегда всех принимаем всегда всем рады да я тоже очень люблю кстати хотела сказать когда я смотрела когда татьяна рассказывала про свои семейные традиции как они любят играть в лоту знаете я тоже очень люблю играть в лоту но у меня сейчас его здесь нету конечно вот но это тоже моя любимая игра с детками это вообще это замечательно мы сейчас играем только в шахматы вот ну а да есть лоту это вообще это замечательная игра многие даже не знают что это за игра на а те кто знают те понимают что эта игра очень хорошая вот подарки я очень люблю делать это традиция будем говорить тоже это входит в традицию потому что многие люди не знают что такое дарить подарки умеют только принимать дарить не умеют у нас в нашей семейной традиции пусть маленькие подарки сделаны своими руками но мы дарим подарки с большой радостью с удовольствием мне очень приятно когда люди пользуются моими маленькими такими сувенирчиками вот очень приятно когда им это нужно или просто на память оставляет это очень приятно вообще конечно надо традиции соблюдать у нас когда дни рождения у нас валя печет торты муж ее готовит вкусные салаты вот это тоже традиция их семьи он на праздники всегда нам готовит не только на празднике так да он выходной он конечно старается освободить нас немножко от кухни приготовить но на празднике всегда салаты разные вот валя с сашей всегда нам готовят и это очень приятно что у них такая традиция валя печет ну сейчас валя у нас больше времени проводит на работе конечно чем дома мы ее видим очень редко ну в эти редкие дни свободные ее когда на выходная она нам наготавливает напекает всего всего до чтобы мне потом было полегче чтобы я с тремя детками не стояла у плиты ну наверное вот так вот я отвечу вот еще покажу вам видите это вот у меня мои мои такие простые сувенирчики это все тоже уйдет в подарочки сейчас я вам покажу это все это все я вот связала за последние одни будем так говорить да такие вот видите маленькие простые сувенирчики очень приятно мне когда на столе моих знакомых будут они немножко радовать их мне очень приятно и мои прихватки вот такие вот простые простые вещички да это очень приятно вот казалось бы ничего здесь такого да но здесь вложена моя любовь моя душа здесь поэтому мне очень приятно вот покажу вам вот такие вот прихватки я вижу это тоже все в подарок вот видите это такая радужная прихватка вот это что касается 1 1 моего ответа такого да видео мой видео ответ на первый вопрос который задала наташа наши традиции теперь хочу на 2 часа немножко вот так вот продолжу вязание потому что время говорю время идет пока с вами поговорю расскажу немножко повяжу второй вопрос был такой называется задание я самая и все что все что мы для себя как сказать что мы для делаем кто что кто что в этом плане понимает сразу хочу сказать что косметикой я не пользуюсь вообще меня очень сильная аллергия я задыхаюсь на все запахи тоже длится очень много лет поэтому косметикой я не пользуюсь вообще что касается ну как сказать вот я самая я тоже задавала себе этот вопрос ну задание есть задание это же совместный проект татьяна ответила наташа наверно тоже вот снимет сегодня может уже вышла я тут сегодня так вся в делах никогда и посмотреть я уже сказала косметика я не пользуюсь вообще очень редко пользуюсь кремом самым простым для рук потому что сами понимаете на кожа сохнет вот лекарства я пью конечно по назначение по рекомендации врача очередь на операцию я жду надеюсь что дождусь дышать мне тяжело вот иногда видео вы можете слышать о том что я говорю мне тяжело дышать до высокое давление поэтому как вот как ответить я все думала думала девочки даже не знаю но как ответить на вопрос я самая я наверное самая сумасшедшая бабушка вы знаете я понимаю что все мои болезни они случились от того что я очень переживаю за своих внучат очень больше чем за своих детей я переживаю потому что для меня то очень дорогие люди которые знаете с первых дней я с ними я переживаю я лежу с ними со всеми в больнице я в общем как сказать да я могу сказать что я самая сумасшедшая бабушка будут все мои болезни вот этого внуки болеют я на нерву конечно и все это так вот повторюсь лекарства пью лечусь вижу вот как я уже говорила раньше спать ночью мне очень тяжело в темноте когда наступает ночь меня повышается давление я начинаю задыхаться мне общем тяжело дышать спать я не могу поэтому я вижу днем хотелось бы поспать но днем видите как вот девочки там играют сашенька уснул я немножко поснимаю для вас видео вот и побегу друзьям и побегу надо там пока он спит на на белье его повесить вот девочек покормить потому что еще рано кушать они не хотят так что вот как-то по-другому ответить конечно я не фанат таблеток я пью их сугубо пью те таблетки которые я понимаю что мне они очень необходимы вот а так ну надо жить надо стараться вредных привычек у меня никаких нету вот кофе я пью очень много кофе вот это наверное моя самая вредная привычка пью его много почему потому что у меня 6 утра начинает сильно падать давление все и мне надо пить кофе иначе у меня головокружения и я по мере давление она очень низкая мне плохо поэтому вот моя вредная привычка пью кофе девочки меня уже алена обель ругала за это что надо меньше кофе надо а вы знаете чай пить не могу мне как-то вот кофе она мне нормализует давление а вот от чая от любого у меня давление сильно повышается прямо как и изжога сильнейшие поэтому диету я соблюдаю конечно вот что хочу сказать вроде как бы да я ответила мне очень жалко всех людей на земле очень жалко детей стариков тех людей которые нуждаются в нашей помощи поэтому девочки я и попросила наташу за что я очень ей благодарна чтобы она организовала совместный проект чтобы мы могли помогать пожилым людям одиноким потому что судьба с ними так распорядилась что они на старости остались одни это очень тяжело очень одиночество это страшная вещь еще раз хочу попросить всех кто меня слышит давайте будем помогать тем кто нуждается в нашей помощи как бы ни было нам тяжело пока у нас работают руки пока видят наши глаза давайте будем помогать пожилым никто не знает какая нас ждет старость вот девочки видите я вижу я как вот яма как я могу не вязать как же я могу не вязать если юлиана попросила это наташа хомякова мне канал вязана это все она мне такой красоты надарилась спицы кстати я расскажу сейчас я пойду немножко выпью кофе дух дух свой подниму и приду наверно сниму еще один ролик так что друзья мои что я хочу сказать я хочу всем пожелать мира на земле я хочу чтобы у вас у каждого в вашей душе был мир и спокойствие и чтобы не было как бы жизнь не была тяжела давайте будем оставаться людьми давайте будем ценить эти минуты минуты жизни которые у нас есть давайте будем жить так чтобы приносить счастье и радость людям еще раз хочу поблагодарить всех кто принимает участие в совместном проекте свяжем плед всем миром я хочу обратиться к блогерам милые девочки спасибо вам что вы рассказали про нашу акцию на своих каналах спасибо что люди вас услышали и люди вступили в наш совместный проект спасибо тем кто вяжет для вообще для этого проекта всем желаю здоровья всем желаю мира счастья очень хочу чтобы у всех сердце было как можно больше хороших воспоминаний будем помогать друг другу будем друг друга поддерживать еще хочу сказать такие слова на ю тубе сейчас происходят страшные вещи страшные девочки ссорятся не знаю почему что-то им не хватает в этой жизни не будем я не хочу даже вступать в эти ссоры хочу в первую очередь пожелать им мира и здоровья чтобы они прекратили воевать это никому не нужно у каждого из нас есть свой зритель есть свои будем говорить поклонники есть свои люди которые смотрят а для меня очень важно то что на ю тубе я нашла милых женщин своих подружек которые они даже не представляют они перевернули мою жизнь они для меня сейчас я смотрю их видео не знаю поскольку раз я пересматриваю я их я дышу этим понимаете слава богу что я пока пока могу их видеть и слышать и могу сказать что я благодарна ю тубу создателю ю туба за то что он дал возможность лично мне познакомиться с наташенькой хомяковой статья на степановной щукиной девочки милые мои вы даже не представляете сколько вы даете мне сил как мне хочется слышать вас и видеть вас как мне хочется вашего общения вы мне так были нужны мне так были необходимы последние три года мне было очень тяжело поэтому девочки спасибо вам что вы есть танечка наташа я благодарна богу что подарила мне эту встречу с вами для себя могу сказать что я не зря открыла канал не зря я нашла девочек и следующем видео сейчас мне нужно мне нужно уже сейчас пойти выпить лекарства мне уже кофе не поможет следующем видео я хочу вам рассказать свою боль боль своей жизни и надеюсь что зрители моего канала девочки которые смотрят youtube помогут мне преодолеть мою боль поэтому сейчас милые мои я с вами прощаюсь ненадолго вот на на пару часов до новых встреч дорогие мои до новых встреч